Нет, не надо, только не крематорий, у меня аллергия на огонь! Жарься! Симхай, с вами Юджина, и сегодня мы с вами снова играем в Voices of the Void. Не успели мы освоиться в версии 007, как появилась версия 008. И сейчас мы в ней. Серьезно, я смотрю, вроде бы всё то же самое, как будто бы они чуть-чуть... Аааа, мельницы. Мельницы? Огромные деревья. Это что за гигантские деревья? Прям секвое. Здесь деревьев точно не было, возле этой башни. Опять кто-то играется с моим разумом. Бункер с паролем всё ещё здесь. Ааа, посмотрите, как теперь всё сделано. Каждая кнопочка отдельно. А база выглядит вроде бы знакомой. У нас пустые карманы, но благо, почтовый ящик должен нам всё предоставить. Всё, что у нас было в предыдущей версии. Представляете, существовали бы такие в реальности устройства, в которые ты кладёшь, загружаешь предмет, чтобы он тебе потом приснился. Ладно, всё забираем. Тут куча еды, бананы, кости. Недостаточно, блин, места, что? Ладно, пойдём отсюда. Опа. Манекена здесь сразу встречаю. Здорово, ребят, я снова пришёл. Ни в какой версии вы от меня не сбежите. Это наш гараж. Ты чё катаешься здесь? Ты чё, почему ты катаешься? Какого дьявола ты катаешься? Почему здесь какой-то сапог? Куда ты поехал? Стой. Теперь он обратно поехал. Он так и будет туда-сюда кататься? Он так и будет кататься туда-сюда. Хорошо, не будем ему мешать. Ой, я помнится, столько мусора собрал, а теперь придётся заново собирать. Надо бы время не тянуть, а пойти все вещи сложить. Что за нафиг? Откуда столько кровати здесь? Зачем они мне здесь? Я один здесь живу. Один ведь? Наверняка один. Ведь со мной больше никого нет. Я же никого не видел больше. Погодите, я же не могу здесь спать. А, я могу только спать на этой кровати. Либо на верхних нарах, либо на нижних. И мне очень не нравится, что здесь даже при включённой лампе так темно. Хорошо, давайте ставим эту тумбочку. Часы сверху. Пять часов ровно сейчас. Посмотрим, что мы можем положить. Плитка? Какая нахрен плитка? Я не знаю, откуда она взялась. Давайте сложим постер. Ещё один постер. Устройство для смены пароля. Сюда. Мыло. Кофига тоже сюда. Упаковка креветок. Использованная, что ли? Кофейная шоколадка. Пакет кофе. И наш друг костлявый. Окей. Опа. Подарочный банан и шоколадка. Хорошо, давайте всё сложим. Таку положить. О, чёрт. Не поваляешь, не поешь. И банан положить. О! Я не понял, что это было сейчас. Но складываем. Просто складываем барахло. Оп. Что? В морозилке? Погодите. В морозилке диск и креветки. Может быть, креветки нужно всё-таки в морозилку? Это подсказка. Вот это срань у меня здесь. Опа. Использовать. Это пустой ежедневник. Ещё очень много дисков и коробка. Пожалуй, сейчас мы ляжем спать, чтобы немножко прийти в себя. Давай просыпаемся в банан в лату. А что это за креветка? Я не понял. Ты что такая лежишь? Это она синяя мерзкая. Омерзительная просто. Надо её использовать. Я не хочу это есть. Я не хочу это есть. Я согласен. Может быть, мой персонаж в почве-то, я подумал. Ладно, давайте её положим в морозилку. Не знаю, кто её подложил мне под подушку. А то я думаю, что он так воняет ночью? Думал, это может быть просто я не помылся. Ну, давайте-ка посмотрим. Пипец, они изменили ландшафт. И как будто бы более мультяшной стала графика. Значит, внутри есть ещё губка. Губка, губка, стоп. Как-то недостаточно места. Но я же... Вот, вот, я беру. Опа, теперь у нас две камеры получается. Ладно, я сейчас приду. Пожалуй, с помощью коробки мы расчистим стол от всякого лишнего хлама. Не знаю, как теперь стол подвинуть по-нормальному. Сейчас это не приоритет. Цикву надо куда-то деть. О, нормально. Поместилась. Кладём. Черепушка. Она какая-то нечеловеческая стала. Она, правда, изменилась. Моделька изменилась. Вот так ставим кость одну. И вот так ставим кость другую. Чё, они теперь стоят? Ладно, пусть стоят. И давайте соберём все диски. А тут у нас опять, чел. Опять ты тут моешься. Это мой душ. Опа, ещё один бургер нашёл. Собрать. Пописаем. О, плюс пять бодрости. На тебя, чел, надо просто отсюда вытащить. Я тебе сказал, что делать. Наблюдать за звёздным небом. День и ночь. День и ночь, понял? Всё, идём дальше. Сегодня, я думаю, что не успею выполнить никакого задания ежедневного. Кажется, пришло письмо от начальства. Блин, надеюсь, что-нибудь хорошее. Может быть, премия? Хоть бы премия, я сутопудов её заслужил. Уважаемый Евгений, к сожалению, вчера вы проигнорировали ежедневное задание. За это на вас накладывается штраф в размере 25 очков. Что? Да у меня тут база перестраивается каждый день, я не успел освоиться, почему? Так, стоп, стоп. Мне начинает казаться, что меня вводят за нос и просто так срезают оплату. Я напишу им ответ на письмо и напишу так красноречиво и убедительно, что у них не будет выбора, кроме как выслать мне премию. Фух. Писать текст оказалось сложнее, чем я думал. Но, тем не менее, я закончил. Перечитаю, чтобы убедиться, что он грамотно составлен. Итак, а премия? Премию надо бы. Ну вы что? С уважением, Южин. Когда я писал, казалось как-то лучше. Я даже ошибки в своём имени не заметил. Стоп, зачем я вообще ломал голову, тратил время, когда я мог воспользоваться современными технологиями? Ведь в Яндекс.Браузере есть нейроредактор. Он поможет мне придумать или улучшит текст прямо во время написания письма. Перепиши текст в виде письма начальству. Объясни, что я много работаю, ночами не сплю и заслуживаю премию. Вот так гораздо лучше. И я могу легко его перевести на английский язык на случай, если мне понадобится пообщаться с пришельцами. Они же ведь на английском говорят, верно? А если босс всё-таки ответит мне отказом, то я найду другую работу. И это будет как два пальца. Ведь если я попрошу, нейроредактор легко мне накатает резюме. Если так подумать, он мне может и с блогерством помочь. Например, накатать пост в соцсетях. Применение тысячи. Опа, босс ответил. Прислал мне два слова на английском. Он что, пришелец? А это и не важно. Важно то, что нейроредактор мне легко их сейчас переведет. Итак. Фааак. Сюда ставим часы. Опа. Ещё один ежедневник. Пустой. Все ежедневники пусть лежат вот тут про запас. Опа, пивас. Вот. Я даже не могу его пить, кстати, в этой игре. Оно просто есть. Есть, чтобы разбить. Так. Это что такое? Пароль 111. Это мы потом используем для отчёта. Я думаю, что когда-либо разберусь. Она пусть здесь лежит. Звук был такой, как будто я головой ударился, когда поднимался. Так. И все всякие припасы нужные. Они будут лежать вот здесь, наверное. А диски внизу. Господи, какой срач. Нахрен. А ты что здесь ледвитируешь? Мне кажется, эту камеру нужно к нам в спальню поставить. Ещё кроссант. Куча дисков. Целых 20. Блин, штук. Сухие пайки. Блин. Как много всего оказывается у меня. Смотрите, как много дисков. И оказывается, у нас есть 4 готовых, уже скачанных. Может быть, это нам позволит просто взять и отправить и на халяву заработать денег? Ух, я всё разобрал. Теперь надо просто повесить камеру вот здесь. Сейчас. Давайте над входом, наверное. Вот так. Крепись. Красавица. Активируй. Да, вот синяя, это она работает. Я не знаю, правда, что делать с этими кроватями. Я явно не буду на них спать. О, как громко. Вот так. Так, почти получилось. Вот как-то так. Из-под них выпрыгиваем. Так как же тебя поставить? Кстати, похоже на правду. Теперь просто толкнуть. Нет. Наверное, на себя лучше потянуть. Есть. Ладно, одну поставил. Теперь давай просто аккуратненько протащим через проход. Нет. Секунду. Тут мешается. А, я знаю. Вот так. Приподнял. Воу. Не знаю почему, в чем причина, но мои наушники дают сбой. Как и вся техника. И вот камера, на которую я сейчас себя снимаю, тоже внезапно начинает глючить. Вот. Аномалии одолевают меня со всех сторон. И в реальности, и в игре. В какой-то момент, в какой-то прекрасный день, разработчик игры решил, что добавить эти кровати будет отличной идеей. Ты что делаешь, Вася, блин? Нахрен мне нужны эти... Вот так. Стоп. А, это было так просто, оказывается. Надо как-то повернуть. Вот так. Гениально. Ты что-то от меня хочешь, гребанная физика в этой игре. Все, я разобрался, как ставить кровати. Это легко. Тащить их в целом тоже не сложно. Пока дело не касается вытащить их на улицу. Почему? Погодите. Давай. Есть. Тащись, ублюдочная. Тащись. Да. Да. Почти. Надо приподнять. Ублюдство. Есть. Наконец-то. Это тебе. Ты будешь спать здесь. Черт, я весь день потратил, просто раскладывая вещи. Че поделать. Порядок, это важно. И вторую кровать. Давай, пожалуйста. Давай. Целпало. Есть. Есть. Все. Прошла. Ладно, просто для всего нужен опыт. И для перемещения кровати тоже. У нас 15 стамина. Я предлагаю как раз таки сейчас просто лечь спать. Сначала пописать. Сходить вниз в подвал. Потому что я еще не видел, что там. Что же там? Окей. Манекены тусят. Очень много манекенов. А это что такое? Этого я не видал еще. Открыть. Закрыть. Что? Что это? Так, ящики ушли в сторону. Более-менее отодвинул. Что это? Это крематорий? Это камера сгорания. Это слишком неприятно. Все. Перестань. Перестань. Я выключил. Все, открывай. Открывай, открывай. Они специально сделали так, чтобы ты не видел, что там происходит именно. Нам нужно проверить на нашем подопытном друге, который вызвался добровольцем, проверить эффект. Что же конкретно случится? Надо понять, где здесь свет включается. Вот. Вот. Теперь давайте-ка. Будем считать, что это солярий для нашего друга. Блин, звук все громче и громче. Так, а здесь у нас все еще висят туши. Остановить. Ну-ка, смотрим. Его просто нету. Мы его испепелили. Ладно, ребят, это было познавательно. Я иду спать. А давайте сегодня поспим, пожалуй, на верхней кроватке. Что это? Что это летит? Это же что-то летит. Я полностью выспался. За окном какая-то туманная погода. О! Пффф. Внезапно ливануло. Я должен найти выключатель в коридоре. Тут всегда проблема со светом. Почему? Блин. Какая тварь. Да какого? Да какого? Почему? Кто это делает? Кто-то мешает мне. Что думаешь? Я не буду с другом? А! Блин. Так, теперь вас трое, значит. Да вы же не настоящие. Вы всего лишь манекены. Откройте мне врата, пожалуйста. Кто мешает мне выйти? Никто. Так. В смысле? Как же я пересрал. Как же я, блин, пересрал. Вы не представляете, когда я этих троих увидел. А почему камера не активирована? Чёрт, я не знаю, что мешает. Пароль 1, 1, 1, 1. Да, всё верно. Но теперь я не могу пройти. Почему хрен его разберёшь? Папа, записка. Пароль 1, 2, 3, 4. Что? От чего? 1, 2, 3, 4. О, блин. А от чего пароль? Это эти трое пришельцев принесли информацию о пароле? Я ничего не понимаю. 1, 2, 3, 4. А! Это вот от этого помещения. Где охранник Боб? И какие-то ключи. Что это за ключи? Ладно, я соберу их. И очень много вкусных тараканов. Где вы? Какой здоровый, жирный, вкусный. О, супер, ещё батарейки есть. Я не знаю, что с ними делать, с этими пришельцами теперь. Я думаю, утром главный вход будет снова открываться. Это просто сейчас, недоразумение какое-то. Пока что давайте пойдём на рабочую станцию, посмотрим, какое у нас ежедневное задание есть. Проверим нашу почту. Мелкие неприятности от доктора Бао. Нам пришлось перезапустить одну из секций нашего ядерного реактора, что создало сильное напряжение. Мы проверим, какая система вышла из-под контроля или могла быть сломана. Если мы что-то заметим, то постараемся исправить это как можно скорее. Но на всякий случай я рекомендую проверить выключатели на вершине башни. Хорошо, я пойду проверю. И ежедневное задание на сегодня. Кило, танго и гольф. Кстати, давайте попробуем вообще проверить у нас, какие спутники вышли из-под контроля. X-Ray не отвечает. Так, использовать. Я сказал использовать. Отчёт. Кило, танго и гольф. Кило, гольф и танго. Начнём с килла, потом гольф, потом танго. При этом нужно 4 сигнала уровня 0. И вот ещё какое-то письмо пришло. Советы. Советы от подписчиков. Алан Плайт. Евгений, Андрюша не работает по причине того, что вышка была сломана. Тебе нужно залезть на самый верх и починить её. А-а-а. Буду знать. И ещё письмо от узур мира. Схвати в руки крюк. Идеи придут. Придёт озарение, что с этим делать. Так его не найти. Смотри на торговую лавку в сети. Найдёшь его, купи. Купишь его, бери. Возьмёшь его, терпи. Тяни. Ты меня напугал. Я боюсь загадочных стишков. Пожалуйста, не делайте так. Но спасибо за совет. Что за крюк? Смотрите, есть ключи от машины. О, ящик для предметов. Надо купить. И ключи от машины. Ping the ATV to show its approximate. Pingует автомобиль. ATV. А, могут иметь сюда, думаю, квадроцикл, чтобы понять его локацию. А, это если я его потеряю. Крюк стоит 50 в корзине. Максимум ящик. А, погодите. Так, у меня 66. Я могу сейчас взять крюк. Заказать. А потом я возьму ящик для предметов. И закажу. Кто? Что это был за звук? Что это был? О, блин, да что ж ты будешь делать? Перестань меня пугать всякой фигнёй. Мне надо пойти поесть. У меня есть поесть. Я поел. Что-то я на нервах, блин. Из-за этого я не могу сообразить, что мне делать. А мне надо... Опа, у меня же ключи есть. Ну-ка. Вот. Да, я вижу, где мой квадроцикл теперь всегда. Прекрасно. Великолепно. О, теперь давайте найдём... Блин, какой там спутник первый? Кило. Кило найден. А ещё нам только что принесли, получается, крюк. Ты почему встал? Так, лети к себе обратно на твою планету. Погодите. А, крюк. А как же крюк? Как же, блин? А, вот теперь сюда дрон прилетает. Тогда зачем мне эта дырка в крыше? Зачем она мне? Ах, смотрите, крюк. Что я могу с ним сделать? А? Я его кинул. Я что, могу забираться вот так вот на здание? Ооо, нифига себе. Ну-ка. Есть! Как мне забираться-то? Я не знаю пока, как это работает. Что это такое? Забираем ящик для предметов. Пусть он здесь лежит. Мы же сами седлаем наш квадроцикл. И едем. Нам нужно на кило. Да, немножечко ландшафт изменён. Я бы сказал, даже множечко изменён. Окей, это кило. Кило, СВ, Хэш. Прекрасно. Следующий будет гольф. Боже мой! Я удивился. Немножко удивился тем, что настолько местность изменили. Теперь здесь по беспределу не покатаешься. Потому что куча обрывов вокруг. Смотрите, как я его вкоцал нормально. Гольф 06. Ди-ди. Си-шесть. Пять. Си-ди. Восемь. Вроде бы не ошибся. И теперь следующий, последний на сегодня, это танго. Я бы съездил к трансформатору. Что это было? Трюк. О, ачивки за трюки? Значит, что я подумал? Надо будет съездить к той пещере сегодня. Посмотреть, что там изменилось. В первой версии я не мог вообще в неё зайти. Потом я смог зайти. И увидел неприятные намёки, что там какая-то паучища. Шёсткая, страшная живёт. Вот он какой. Вот он какой трансформатор. Всё здание перелопатили. Даже сортир появился. Офигеть. Офигеть. Офигеть, как много всего добавили. Ладно, я не могу пользоваться ни компом, ничем. Здесь нет предметов. Пустые ящики абсолютно. Как будто бы здесь кто-то должен был сидеть, но его тут просто нет. Ладно, давайте посмотрим, сколько... Да, отлично, обновили циклы. Собрать, собрать диски, собрать пайки. Это что такое? Ой, блин, не могу собрать. На будущее запомним, что он здесь есть. Итак, танго. Он находится в той стороне. Едем по беспределу, мне пофигу. Я отчаянный игрок. О-о-о-оп. Чёрт, 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 чёрт. Обида. Обида грёбанная. Я запорол лавки. Извините, пожалуйста. Всё готово. Давайте проверим все абсолютно. Все откалиброваны. Всё по красоте. Да боже мой! Забор из травы. Внезапный забор, который прячется в траве. Кто так делает? Да господи, опять ты. Всё, едем аккуратно. Едем аккуратно. И, кстати, нам ещё нужно на... Что? Что с тобой? Почему ты едешь так странно? Нам нужно ещё на ту башню забраться. Башню вон. Едем. Осторожненько. 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 Стой. Полез наверх я. Что это такое? Плавка. Вот чё-то меня как будто бы мутит. У меня начинается фобия, видимо. Я боюсь высоты. И мой персонаж тоже. Не смотреть вниз. Но я посмотрел. Даже не знаю, куда смотреть страшнее. Мне кажется, нужно смотреть просто вперёд. Всё в порядке? Мы живы? Что у нас здесь? Использовать? Исправно. Зачем нас сюда позвали? В письме нас сюда позвали. В этом ящике нет ничего, но есть прикольный стул. Могу на него сесть и любоваться прелестями и красотами этого региона. Я уверен, что эта соста не просто так там, а такая одинокая. Стоит на вершине горы. Наверняка там какая-то пасхалка. Правда, не знаю пока, как туда добраться. Но мы разберёмся. И ещё вот эти мельницы меня очень интересуют. Но с ними потом. Аккуратнее, пришелец. Ха-ха-ха-ха-ха. Мне насрать. Ставим хоп. Кила вот так. И ты. Это значит, что у нас весь отчёт готов. Быстрее, коробочка. Диск первый. Второй. Третий. Четвёртый. Можно отправлять. Вот сейчас не должно быть проблем. Я думаю, мне справедливо оплатят мои труды. Нет. Что ты тут делаешь? Ты хочешь в крематории оказаться или чё? О, кстати, о крематории. А что если мы тебя отправим? Судя по его позе такой, нет, не надо. Только не крематория. У меня аллергия на огонь. Нет. 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 Сссссс. Всё будет в порядке. Всё будет очень в порядке. Всего лишь немножечко тебя подрумяним. А то ты бледный. Не надо. Не, не, не. Делай этого. Извини, что мы тебя напугали. Жарься Он исчез Его нет 161 очко Это что значит? Это значит, что меня сейчас поблагодарят за то, что я сделал все правильно Отличная работа Только что получил отчет и проверил его Кажется, все в порядке впервые За все сколько, 10 выпусков или сколько там их уже было Я впервые выполняю работу на 100% 75 очков получено Тогда давайте накупим рулон мусорного мешка 4, даже 5 Пофигу, я могу себе позволить Получается у меня сейчас 101 очко Мы можем попробовать какие-то улучшения купить Точнее даже модуль, да Спектограмма визуализации Авторообработка сигнала Автонаправление полярности, квадроцикл, солнечная батарея, сигналы автосохранения Наверное, может быть автообработка сигнала Все куплено, теперь у меня автообрабатывается сигнал Каким-то образом Понятия не имею каким Кстати, давайте ловить сигнал Что это был за звук? О! Это он Это он шел Я должен его сломать Я сломаю тебе жизнь Все Теперь он мне не угрожает Как там дела у нас? Опа! Есть Ошибка Ошибка Блюдочный Ну пожалуйста Опять ошибка Черт! Вот! Наконец-то! То есть это просто 4 раза я ошибся Вот Залазь 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 Все Не ори на меня Я и так тонировал здесь Все, сиди здесь Валяйся Не знаю Мне надо работать, Данте Работать Хорошо, что здесь есть Данте На самом деле это меня немножко успокаивает Стоп, кстати Как главный вход? Опа! Смотрите, дверь работает Наконец-то Какая тараканская мразь огромная Но очень сытная Деприлично огромная Таких тараканов даже в мире не существует А вот и все наши мусорные мешки У меня нету места С этим обновлением меньше можно таскать Меня это немножко подбешивает Есть одна беда Часть мусора просто под землей заспаунилась Я не могу достать А, кстати, интересно А здесь карта-то и присутствует? В окне все еще лежит? Она все еще лежит Погодите, блин, у меня же крюк Это вы же советовали мне с помощью крюка что-то там тянуть Давай-ка тянуть Встать бы Да уж Нет 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 Говно Что это такое? Вот Теперь Как вытащить? Смотрите Тащится Тащится Но Но Как? Вот она укатилась Укатилась Аккуратней О, я достал Я достал Собрать Неужели она отсюда? О, боже мой Боже мой Боже мой Э, погодите Вот же 1, 1, 1, 1, 1 1, 2, 3, 4 Да как же быть-то? Может кинуть в тебя карта? Или принести устройство для смены пароля? Что тут написано? Не входить Надо было приписать Но раз уж вошел То пароль вот такой Устройство для смены пароля Куда я его положил? По-моему, к себе Ты че здесь делаешь? Ты че тут? Ты че тут делаешь? О, меня раздражает Мне раздражает Что ты здесь Свали Устройство для смены пароля Вот устройство для смены пароля Использую Стоп, что? Есть Есть Мама, мамочки Вот это жуть Здесь нету ничего Кроме Вот этой жуткой двери Старые книжки Старые книжки И ящики с припасами Окей, я приду сейчас Устройство для смены пароля Будет лежать здесь Крюк Будет лежать тоже тут И карта Будет лежать здесь Потому что мне очень нужны Карманы свои все Опустошить Что это? Что это? Что это за звук? Я не понимаю Что это был за звук А че, уже скачалось? Скачалось Скачалось? Так, сохрани сигнал Почему не сохраняется? Потому что еще не загружено Что-то я поторопился Все, вот так закрыто? Закрыто Вот здесь будут лежать Наши ключи От квадроцикла Кто это поставил так? Кто это так поставил? Я это так не ставил Кстати Вот это свет Смотрите Опа Опа Все это время Ты мог включить Бобби свет в коридоре Будь ты проклят Ладно, собираем мешки Подкрался ко мне, да? Подкрался ко мне сзади Нельзя собрать объект Но можно взять И пинком Выпроводить его Нафиг отсюда Так, у нас кажется Все, все барахло Собрали Не так много Как я хотел Если бы еще Вот этот под землей Не застревал У нас с этим уже Ничего не поделать К сожалению Не оставит меня в покое Пока я его Пока я его Просто не выкину В реку, наверное Все Пошел купаться А мы тем временем В ящик Вот сюда встанем Ладно, хватит С уборкой на сегодня Че-то у меня По стамине 11 Надеюсь, спокойной ночи. Да что это за звуки такие? Я не могу так. Я должен посмотреть. Что-то же явно стучало здесь. Никого нет. Вроде бы. Вроде бы. Время 6.38. На почте ежедневное задание. Три сигнала. Индия, хотел и майк. Скачалось? Наконец-то. Да, я не смогу послушать. Но неважно. Вот готовый сигнал. Ищем следующий. Откуда здесь лежат бургеры? Кто-то закидывает у меня креветками и бургерами. Так, это что? Это случайность? Или трансформатор вырубила? По-моему, это какая-то фигня у нас с вами происходит. Кто это сделал? А? Кто это сделал? Я спрашиваю. У тебя одна задача была, чувак. Одна задача. Следить за тем, чтобы ничего не вырубила. А, ладно. Это не твоя вина. Это, кажется, просто у нас электричество обрубилось. Что вообще не в кассу? Почему я не вижу... А-а-а. Нет. Все. Вот. Вот оно. Что это? Что это? Что это был за звук? Давайте чуть-чуть починим нашу... Вот так это делается, да? Прислонил, починил. Наверное. Был звук какого-то... Какого-то живого существа 100%. Какое-то существо здесь было. Возможно, это пришелец. Это Майк. Стоп. Нам сюда надо? А, Майк. Все верно, да. Я не смогу ничего сделать, пока не починил электричество. Супер. Вот этот дом. Что ж, давайте-ка здесь починимся. Ну, привет. Все. По идее, должно было включиться, потому что я там рубильники все поставил вверх. Да, работает. Итак, у нас Майк. 1, 2, 8, 3. Следующий СВ-таргет. Хотель. Бум! Как неудачно получилось. Что с тобой стало, Квадрик? Ты раньше был гораздо более маневренным. А вот их отел. Его хэш 07A8. И последний Индия. Кстати говоря, здесь, в этих трансформаторов, очень много мусора, который может тоже собирать мешки. Тихо! Прямо на обрыве. Прямо на обрыве затормозил. Секундочку, аккуратненько. Вот сюда встаем. Все, калибруется. Теперь нам нужно добраться до еще одного трансформатора, потому что мы его не обновляли. Как все стало неудобно. Я очень привык к той карте. Она была супер проходимая, удобная. Это же просто сплошная боль. Кстати, мы едем прямо к ветряным мельницам. Не знаю, получится ли забраться сейчас сюда. Не без боли. Ладно, давайте просто вот так вот перекинем его. Все нормально. Здрасте. Я полез. Мне пофигу на все. Я полез наверх. Зачем они это сделали? То есть им не хватало вот этой вот вышки, которая возле базы стоит. Надо еще больше ударить по моему страху высоты. Это что за... Это... Что за... Почему нельзя было единую лестницу сделать? Ой, боюсь. Она вертится. Почему она открытая и вертится? Я сразу представил, как я туда руку свою сую. Выше полезли. Кто-нибудь мне подскажет, зачем нам быть на этих мельницах? Просто смотреть на красивые виды. Ой, упал. Случайно. На ци нажал. Тихо, тихо. Не заскользни. Прям на краю задержался. А я хотел призумить. Вот туда. Там, кстати говоря, это Ромео. И там находится пещера. В общем, ладно. Здесь нам нечего особо ловить. Вроде бы как. Спускайся, спускайся. Все в порядке. А! А, это потому что все. У меня еды мало. Как повезло, что еды мало стало внизу. Ладно, вот это, конечно, был экспириенс сейчас. Вообще, вся эта игра, это один сплошной экспириенс. Даже когда ничего не происходит, ты чувствуешь что-то. Что-то некомфортное. Да ты задолбала. Из-за какой-то ерунды просто коцается. Насколько можно? Раньше он был такой маневренный. Столько сумасшедших финтов можно было делать. Его как будто кастрировали. Пожалуйста, давайте, верните обратно мне мой квадроцикл. Здравствуйте, мать. О-о-о-о. Вот это по-настоящему много мусора. Много заработка. В смысле, это все? Это, блин, все? Я не понял, почему. У меня же было два набора мешков. Какого хрена? Ладно, я понял, что нужно будет сюда ехать, чтобы много мусора набрать. Возьмем вот эту вентиляционную, чтобы нафиг не разбегребать этот мусор. Осталось 90. Странно. А теперь аккуратненько, аккуратненько едем к той пещере. Да ты издеваешься. Ты издеваешься. Ты из-за этого коцаешься. Он меня просто бесит уже. А вот это прям совсем плохо. Да! Он еще и наехал на меня. А-а-а! Какого черта я пошел сюда без еды? Да, вот она пещера. Она закрыта. Ах, ну да. Ведь нужно же ночью сюда идти. Да, боже мой! На мельчайших кочках ход сайцион. Куда ты погнал? Вот так. Вот так это теперь работает. Уже 48. Я так буду за одну поездку его. Просто в ноль. Опять в дерьмовой ситуации оказался. Пофигу как, главное доехать. Стой, 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 стой! Скорей, скорей! Стой, 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 стой! Я прям секунда, миллиметр не успел! Нет! О, боже мой! Иди ко мне. Сейчас надо подождать, пока я снова упаду. Я должен снова упасть. И потом я как поеду. Нет, я не буду падать. Давай, ну, почему я не падаю? Ладно, поехали. Я уже до хрена мог проехать. Давай, 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 давай. Пока не падаем и хорошо. О, нет! 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 Все нормально. Вот теперь я почему-то упал. Как это работает? Объясните мне, пожалуйста. Осторожненько, аккуратненько. Да, на крышу приземлиться, это его ни капли не покоцало. Вот мы здесь. Давай просто я... Ау! Сейчас поднимусь, все будет нормально. У меня 5 всего еды осталось. Давай. Оп! Ты господи. Он прокоцался. Прикиньте, из-за того, что упал в воду, он прокоцался. Я не могу, я не могу, я не могу, я дышусь. Все, стой здесь хотя бы. Дайте еды. Ух! Все, проблемы закончились, наконец-то. Ладно, бери, сичинись. Все, я починил его? На 100% починил. Я не знаю, что делать с этим ящиком теперь. Наверное, его нужно вот сюда положить, может быть. Нет, я не могу сюда положить. Ааа, погодите, а я что не забрал их? Я же брал их с собой. Я уже ничего не понимаю. Еще 8 мешков мусора. А тем временем у нас еще один сигнал полностью скачался. Нам же нужно было 3 сигнала. Три сигнала. А, погодите. Все. Ладно, говна кусок. О боже мой, кто-то зашел. Опять-то зашел. Куда они все берутся? На, стой, купайся пока что. У меня работы полно. О, как близко подошел. Разломать, разломать, разломать. Все. О, вот, мы уже почти что добрались до сигнала. Пожалуйста. Давай, чтоб нормально было, а? Да, по-нормальному. Спасибо. Скорое скачивание 3 бита в секунду. Это будет довольно-таки долго. Но я успею, мне кажется. Пусть диск сразу будет вот тут. Всего 16 очков, к сожалению. Короче, я сейчас пойду поем и поеду за мешками. Я не хочу. Это есть. Он это есть не хочет. Может быть, ты захочешь это есть? Погоди, а что за мухи какие-то? Что-то протухло? Я так не думаю. Опа! Вот это я хочу есть всегда. Вкусный таракан. Скорее, 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 скорее жрать их всех. Какие же они сытные. О, ням-ням-ням-ням-ням-ням. В общем, да, пожалуйста, бургер. Давайте съедим. Вот. Другое дело. А теперь погнали за мусором. Сейчас я без коцаний и без проблем добрался. Не знаю, как это сделал. Тут надо что-то грамотное с физикой как-то управляться надо. Все, темнеет. Надо валить. О-о-о-о-о-о! Нет, аккуратно, аккуратно. Все, сложил 55 мешков с мусором. Это вам не говна, а кусок. Используем, вызываем дрона. Он офлайн. Какого дьявола? Видимо, нужно на вышку лезть. Огненно-оранжевый закат. Все такое враждебное. Но при этом милое и прекрасное. А, да-да-да-да-да-да. У нас тут проблемка. Все исправно, отлично. Можно возвращаться. Вот это. Посмотрите на эту жуткую тень. Да что это? Что это за звук? Хатника, давайте быстрее домой, быстрее домой, быстрее домой. Мне там должен был сигнал уже скачаться. Что там по сигналу? 47% всего. На самом деле, я, конечно, опрометчиво себя веду с моими спутниками. У меня их целых раз, два, три, четыре не работает. А, кстати, дрона-то надо вызвать. Андрюша, лети ко мне. Есть. А, ничего не поделать. Придется сейчас пойти и все это чинить. У нас времени не так-то много. Восемь часов. Если он будет так долго качаться, я просто тупо не успею. Хотя бы один починить. Какой-нибудь ближайший. Кило очень близко. На самом деле, только кило и можно пойти сейчас починить. Все остальное далеко. До кило я дойду на своих двух, пожалуй. Так, смотрите. Дрон уже забрал мой мусор. Сто тридцать один, нифига себе. Ох, нифига себе. Давайте подумать, насколько это выгодно. Надо пойти посмотреть, сколько это все стоит и подсчитать. Сто десять очков нам дали. Рулон мешков стоит шестнадцать. И ящик для предметов стоит десять. А, он недорогой. Ну, наверное, вот столько мусорных мешков мы сейчас закажем. Что у нас там? Восемьдесят шесть. Ладно, я успею, кстати говоря. Это что такое? Это меня бургерами наградили? Нифига себе халявные бургеры. Я не против. Сотка! Есть. Мерзость. Погоди, а почему я не могу импортировать сигнал? Стой. Вот. Клюк какой-то сраный. Еще один отчет полноценный. Что ты? Кидай. А теперь вали быстрее, я тебя сейчас снова вызову. Ящик свали. Времени очень немного осталось. Давай, надо вызвать. Все, 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 все. Вызвал, вызвал. Сейчас у меня очень, очень мало стамины. Время. Двадцать два сорок восемь. Отлично, я успеваю. Давайте чуть-чуть пойдем вздремнем. Немножечко. Я проснулся. Нет. Нет. Я просто так здесь не просыпаюсь обычно. Я никогда не просыпаюсь просто так. Сейчас двадцать восемь. Почему я ни хрена не заработал? Почему я проснулся сам? Какой у нас статус? Информация. Я не могу ничего сделать без полного отчета. У него не полный отчет, оказывается, был. Упырь. Сратый упырь. И че я проснулся? Меня какой-то ужас ожидает или что? А может быть сюда зайти посмотреть, че здесь? А может быть выломать эти доски? Опа. Ломается. Очень странным образом. Это что за аномальный магнетизм? Очень странно выглядит. Как будто бы эти доски реально магнитятся к двери. Опа. Это последнее. Я не могу открыть. Вот так отмычкой сейчас. Да. Нет, не открывается эта дверь. Но там что-то есть. Как будто бы что-то есть. Я вижу, что туда можно пройти. А может быть взять крюк, потянуть за него. Дверь откроется. Возможно. Оп. Не, когда я тяну, я просто, я просто притягиваюсь к двери. Давай же. Ладно, еще раз. Вот эта дверь. Посмотрите, если так делаю. Оп. Видали? Стол притянулся. Но на самом деле, просто смотреть на эти двери, у меня вызывают мурашки по коже, если честно. Когда я начинаю просто на секундочку представлять, что там может быть. Валим отсюда. Давайте просто ляжем спать и будем надеяться, что в следующий раз мы проснемся в том же самом месте и в том же самом мире. Я не хочу спать. Я что-то чувствую? Что-то чувствую? Что это значит? Я ничего не чувствую, но теперь чувствую немножко опасения. Может быть, здесь покажут мне, что я чувствую? О! О! Что это было? Это кто-то постучался по окну. Я иду на улицу. Это? Что это? Это яйцо? Мне кто-то принес яйцо. Друзья, мне кто-то принес яйцо. Давайте возьмем яйцо. Конечно же, я позабочусь о вашем яйце. Я о нем сейчас так позабочусь. У меня будет классный завтрак. Прекрасное яйцо вкрутую. Огромное. Сытное. Калорийное. Так, я уже вижу, что оно дымится. Ну, чё? О, как нифига. Я поел? Это я чувствовал. Да! Все дело было в яйце. Вы видите? Это манекены прыгают. Это, блин, манекены прыгают. Прям перед камерой. Черт! Хотел ему навалять, но упал. Опозорился немножечко. Быстро пошел купаться. Это что такое? Это что? Это что? Это... Это лапка. Это лапка какая-то стрёмная, огромная лапка. Паучья лапка. Это был огромный паук, который приполз сюда, потерял лапку и еще отложил яйцо. О, боже мой.